Доброе утро, мои прекрасные зрители! Как видите, у нас солнце, и у нас очень и очень тепло, уже можно загорать. Сегодня дети будут целый день на террасе, они будут играть, потому что очень тепло и на террасе находиться приятно. Я также являюсь мамой, которая за натуральное поступление предусмотренной природой витамина D в наш организм и, безусловно, в организм моих детей. Посмотрите, как интересно! Очень тепло на улице, казалось бы, сезон туристический начался. Но могу сказать, что в нашем регионе весь февраль, до середины марта, это период очень сильных некомфортных ветров. Несмотря на то, что тепло, плюс 16 может быть на улице, очень и очень сильный ветер бывает каждый день, и поэтому мы не отправились на море. Посмотрите, как пустынно в центре города. Очень многие отели закрыты, и это нормальная ситуация. Я как мама, которая гуляла на протяжении последних четырех лет и бывала в центре города, нашего города, по нескольку раз коляской в день, я могу сказать, что это совершенно нормальная ситуация закрытой отели. Но СМИ преподносит это как массовое закрытие в силу того, что мы находимся в эпидемии, либо под угрозой эпидемии, или даже пандемии. Ну что ж, сегодня с утра мы выходим снова на пробежку. Повторюсь, ветер такой сильный, что мне приходится надевать капюшон, потому что, ну, иначе некомфортно находиться. Я сейчас очень-очень ускорюсь, добегу до центра и покажу вам витрины. Я уже обращала ваше внимание, дорогие зрители, на вот такие яркие вставки. Это могут быть шнурки, это могут быть резинки, допустим, на ботинках Челси, либо на подобие Челси. Белая обувь снова популярна, это уже новая коллекция, и как и принято здесь в Италии, очень часто в качестве фурнитуры применяются блестки, пайетки, различные стразы. Это, на самом деле, остатки того, что не было распродано, сапоги, остатки того, что не было распродано за зиму, а это уже, опять же, новая коллекция. Как вы видите, все очень яркое, все очень блестящее, но при этом есть и очень-очень базовые модели. Вообще-то то, что носили два года назад, будем носить здесь и сейчас. Подобные балетки я уже показывала, но в других цветах, вот я нашла белые балетки. И вот, пожалуйста, гуляющие, красиво одетые, красиво одетые люди. И хочу сказать, что вот конкретно этот образ, это сеньора, который я встретила, поехав на почту, будет вынесен в отдельное видео. Я разберу его, мне он очень понравился, мне есть что сказать и как прокомментировать. И это будет видео снова о том, как можно одеваться, когда мы входим в элегантный возраст. Возможно, даже назову видео 60+. Эта витрина мне очень понравилась. Здесь хотела обратить ваше внимание на сочетание вот такого джемпера с круглым воротом, с круглым вырезом, с круглой горловиной и с рубашкой. Традиционно очень нравится мне такое сочетание. Хотела показать вам витрину с шубами. Это современные шубы. Посмотрите, какая интересная выделка. Это, в общем-то, отражение, безусловно, тенденций в том, что касается современных шуб. Здесь и сейчас очень часто шубы инкрустируются. Применяется разная фурнитура. И вот таким интересным образом фантазийно выстригается мех. И, кстати, это уже летняя коллекция. Коллекция летняя шуб отличается более светлыми оттенками. А это сумки, которые очень похожи на настоящие, но являются репликами. Вряд ли это подделка. Вряд ли мы увидим там название бренда. Я думаю, что это просто хорошо сделанные реплики. Витрина. Это коллекция зимняя. То есть это уже распродажа. Все за 69 евро. Но рептилия, а также леопард. Это то, что очень популярно в Италии. Очень красивые носки и носочно-чулочные изделия. Я заметила в Кальцедонии. Очень хорошо все было сделано. Это витрина прошлого сезона, получается, уходящего сезона. Очень часто я показываю такие образы на стритстайлерах. Их очень легко составить. И хочу обратить ваше внимание, что здесь витринист выбрал то, что сама я предпочитаю. Аксессуары здесь контрастные. В данном случае они черный, черный ремень, черная обувь и черная сумка. Я все-таки настаиваю на том, что подобные образы смотрятся очень блекло, если мы используем аксессуары тон в тон. Леопард очень-очень популярен. Не устаю об этом говорить. Хотя иногда мне кажется, что прямо-таки очень много леопарда. Посмотрите, какая интересная юбка. Здесь кружево, здесь люрик. И сверху мы имеем свитер грубой вязки. Именно таким образом стоит компоновать и носить вот такие сложные самостоятельные юбки. Это могут быть, кстати, юбки в пайетках, юбки с бахромой. Юбки, которые очень-очень обращают на себя внимание. По поводу накладных карманов. Кто-то меня уже спрашивал, что в России это не модно. И многие блогеры сказали, что носить так не стоит. Но я могу сказать, что здесь фурнитура мехом, при помощи меха очень популярна. Используется из года в год. Очень красивое сочетание вот такого бежевого и персикового цвета. А это, кстати, кашемир, который я видела на рынке. Я нашла этот магазин, совершенно случайно он находится у нас в Аббане. Брюки, которые я вам показала, стоят сейчас 179 евро, если я не ошибаюсь. А на рынке они стоили 130 евро. И по этикетке, и также по названию магазина я поняла, что это один и тот же производитель. Очень понравился мне этот комплект. Это грубая куртка-косуха. Одна зрительница спросила, какие куртки-косухи сейчас в моде. Любые куртки-косухи в моде, они не теряли своей популярности. Мне очень нравится вот такой комплект с юбкой Туту. Хотя, возможно, это платье. Снова обувь, которая уже на распродаже. Но, как вы видите, запомните эту обувь, она будет и в следующем году тоже. Это рептилия, а также очень популярный принт леопарда. Что мы видим здесь? Мы видим снова розовый цвет. Все его оттенки. Очень популярен розовый. И розовый, удивительно, но факт, очень хорошо сочетается с красным цветом. Обратите внимание на такое сочетание. Розовый, как вы видите, разных оттенков. Скоро выйдет видео о том, как цвет может быть один и тот же цвет. Теплым, иметь теплый потон, либо холодный потон. Этот конкретный розовый, я засняла его более подробно, имеет холодный потон. Это достаточно хорошо видно. Обувь вот такая, с инкрустацией, с аппликацией, поверх сетки, либо поверх пластика прозрачного, по всей видимости, является тенденцией. Потому что уже не в первый раз я встречаю ее. Стоитела на этой витрине, а также на обзоре витрин, которые делала недавно. Тоже с пробежки. Первая витрина, точнее уже вторая, которую я встречаю в синем цвете. Но могу сказать, что это витрина Max Mara Weekend. И в прошлом году была оформлена тоже в синем цвете. Не знаю, это остатки сладкие еще с прошлого сезона. Либо это уже новая коллекция. Хотя, безусловно, тренч новый. Я вижу его в каталоге. Очень красивый тренч. Выпускается из года к год. В прошлом году он был предложен в красном цвете. В этом году его предложили в таком красивом синем цвете. Также вопросы возникают по поводу плессированных юбок. Да, они очень популярны. Они не выходили, скажем так, из моды здесь в Италии. Это витрина Marina Rinaldi. Кто знаком с этой маркой, знает, что она шьет одежду Size Plus. Вот эта витрина конкретно мне не понравилась из-за принта. Я считаю, что она некрасиво закомпонована. Скорее всего, она, кстати, закомпонована витринистом по образцу, который присылается в подобный магазин. Но мне здесь ничего не понравилось. Это тоже витрина Size Plus, Marina Rinaldi. И хочу в который раз обратить внимание вот на такие бусы. Я думаю, что многие мастерицы подобные бусы могут сделать самостоятельно. Но в Италии они продаются, стоят достаточно дорого. А это детская витрина. И она мне тоже очень понравилась. Потому что я считаю, что для мальчишек сочетание черный низ, самые обычные черные шорты, либо черные брюки спортивные и белый верх. Желательно без рисунков и надписей. Это самое лучшее, что может быть. Мои мальчишки часто так одеты. И на весенних видео вы увидите их в таком сочетании. И на прошлых видео, кто-то, возможно, вспомнит. Они очень часто имели самые обычные белые футболки из H&M, которые стоят на самом деле копейки. Покупаешь три, по-моему, точнее, покупаешь две. Третье тебе дается то ли бесплатно, то ли за полцены. И самые обычные черные брюки. Я нашла хорошие спортивные черные брюки. Хорошего качества. Если я не ошибаюсь, в Ben & Tony. Немного цветов нам всем в ленту, чтобы порадоваться весне. Потому что, ну, цветы это очень-очень красиво. Возможно, какие-то композиции кого-то вдохновят на украшение собственного дома. Несмотря на то, что я за минималистичные интерьеры, не перегруженные интерьеры, я считаю, что цветы добавляют нам цвета в интерьер. И это то, что стоит недорого. И может действительно очень-очень украшать наш дом. При этом не надоедает. Потому что цветы можно постоянно менять. Но в отличие от срезанного букета, цветы в горшочке, конечно же, стоят и радуют нас гораздо-гораздо дольше. Дорогие зрители, какой прекрасный ракурс для окончания этого влога. Сейчас солнце садится, оно слева от меня. Я еду подавать документы на вид на жительство и на обновление всяких разных вещей. Кстати, мое посольство, что называется, своих-то мы в беде не бросаем. Российское посольство ничего мне больше не отвечало. Точнее, Российское консульство. И я обязательно расскажу вам, как будет развиваться ситуация дальше. Что сделает Квистура. А Квистура наверняка пойдет нам навстречу. И каким образом она это сделает, я обязательно вам расскажу. Это к вопросу о том, что, в общем-то, как наше же собственное государство, о нас заботится. Потому что я была готова записать классный влог с благодарностью. С примером того, как на самом деле органы, наделенные властью, могут позаботиться в определенный момент о своих гражданах. Я рассказывала про паспорт, когда мне не предложили вписать детей, когда мне не предложили сделать отдельный паспорт на Егора, когда могли просто об этом спросить. Женщина, у вас трое детей, вы хотите паспорта своим детям сделать? Потому что и потому что. Потому что сейчас, например, я знаю, что это нужно было сделать, тогда не знала. Сейчас я пойду на почту. На почте будет все спокойно. Я уверена, что я не встречу ни одного работника в масках. А если встречу, то обязательно вам покажу. Возможно, я и не права. Все очень-очень спокойно. Давайте это видео все-таки я завершу новостями о том, что Италия приняла решение сообщать в прессу и официально заявлять только о случаях госпитализации с коронавирусом. Это значит, что сейчас статистика поменяется. Вообще, Италия, на мой взгляд, сделала просто вообще то, что, наверное, не готова была сделать и до сих пор не сделала ни одна европейская страна. Она стала отслеживать и брать эти мазки у огромного количества людей, которые гипотетически могли быть на коронавирус положительными. В итоге это повлекло огромный бюджет, траты из бюджета. И в итоге сейчас признают власти, что это было, в общем-то, бессмысленно. Сейчас будут брать мазки и пробы только у людей, которые демонстрируют симптомы. Каковы симптомы коронавируса? Это прежде всего высокая температура, это затрудненное дыхание и это кашель. Вот такие три признака выделяют нам здесь, чтобы мы могли сами себя диагностировать и вовремя позвонить по нужному телефону, либо обратиться в Пронтосокорсу, то есть в отделение скорой помощи. Только в этих случаях будут браться мазки. Также важно понимать, что до сих пор не найден пациент 0, то есть непонятно, откуда стартовала эта эпидемия. И также важно понимать, что до сих пор нет связи, она не доказана и не опровергнута. То есть не считается, что в Италии один очаг заражения, Ломбардия и Венету. Венету это то, где я живу, рядом с нами находится город Во. Либо это два очага, либо это все-таки один очаг, потому что до сих пор не поняли, заболели на разных территориях, в разных, получается, коммунах люди, потому что были заражены и сюда приехали зараженные, либо это два независимых очага. А это очень важно понять, что эта информация до сих пор не подтвердилась, потому что, ну, все-таки есть надежда, что это все-таки один очаг, который возник от гипотетического пациента 0, которого до сих пор не установили, до сих пор не нашли, несмотря на то, что на самом деле было взято беспрецедентное количество мазков. Сейчас нас предупреждают о том, что статистика будет более спокойной, но и также говорят о том, что это будет происходить прежде всего потому, что будет вообще браться меньше мазков. Это будет происходить прежде всего при определенной симптоматике, при так называемых клинических случаях. Желаю всем своим зрителям здоровья, классного настроения, ничего не бойтесь, не паникуйте. Вижу, что даже самые стойкие зрители в комментариях начинают немного паниковать. Поверьте мне, здесь у нас все очень и очень спокойно. Это была Инна Скорцова, всем пока-пока.